Девушки отдыхают Керамику на подвеску полу? Нет А как ты думаешь, кто-нибудь делал когда-то? Я думаю, что нет Если бы это была новая панамера, сколько бы это стоило? Все 150 Сейчас подвеску очищаем, работаем универсальным очистителем Потом будем обезжиривать, до этого подвеску мыли Банку, видишь банку? Вот эта банка будет блестеть Взял фибру одноразовую и тру ей чистую подвеску Но есть частично грязные моменты, которые приходится очистить Нам нужен воздух Есть песок в некоторых местах Его надо выдущить, чтобы он не мешал Как говорится, детеллер без кисточки – это не детеллер Есть труднодоступные места, куда невозможно подлезть особо фиброй Поэтому надо кисточкой проработать их Возьмем чистую сухую фибру и высушим там все Пасточку взял тут для чистки банки вон той, которая должна блестеть Ну и на всякий случай, айбридик, может быть, подполирну где-нибудь Паста на фибру Распределяем ее по фибре И начинаем чистить Ух, какая труба-то получилась! Не, машина точно должна здесь стоять, как памятник, чтобы видели, как могут в детеллинг-аларме Передняя подвеска сложнее, чем задняя Здесь очень много всяких рычагов, в ней больше скапливается грязи Короче, работает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, я все сделал, осталось нанести керамику Хочешь этот авто себе? Стань нашим учеником и, возможно, именно ты получишь его себе в подарок Ссылка внизу Всем привет, меня тут Костя, а это Егор Сейчас он будет носить керамику, а я это все буду комментировать Ты стоп, керамики, наверное, в жизни в руках не держал Боюсь предположить, сколько это стоит Думаю, вы знаете, что думаешь? Резинку для денег и пакет Они боятся вам сказать, что они крышку потеряли А нам надо сегодня видео снять, чтобы оно завтра вышло Все, поэтому им мудрим А этот еще не почистили? Такая структура пластика Сейчас начнется процесс нанесения состава на подвеску Наша задача покрыть все пластиковые, все металлические Те части, которые нуждаются в защите Для того, чтобы они выглядели отлично в любое время года Чтобы всегда была чистая подвеска, хорошо отмывалась Чтобы красивый результат был на выходе И переходим на переднюю подвеску Вы же понимаете, что на таких автомобилях никто не будет делать данную услугу Услуга предназначена непосредственно для дорогих автомобилей Для Ламборджини, Феррари и Роллс-Ройсов А с другой стороны, если смотреть на это рационально То это все-таки понты 80-го уровня И это нужно только тем людям, у которых очень много денег Которые готовы платить их за данную услугу Когда керамика льется рекой, да? Да И можно делать с пола все, что хочешь Для того, чтобы качественно нанести на подвеску керамические составы Вам обязательно нужно автомобиль поднять И заехать под него на подкатной тележке Для того, чтобы более качественно нанести, лучше проходить аппликатором Выкручиваем колеса в сторону, удобную для нанесения Все, пишешь? Это видео как бы спойлер к двум большим выпускам В первом из них мы расскажем про пленку, про керамику Про консервацию моторного отсека Про тонировку, про антигравийную пленку Про термальную пленку Про защиту салона Про новые диски, пружины А во втором выпуске мы расскажем Как правильно ухаживать за керамикой Как правильно мыть Отмоется ли подвеска после того, как мы ее обработали керамикой Как она вообще в месяц проездит Покажем и расскажем, как ухаживать за тканевым салоном Вместе с вами посмотрим, как ведет себя антихром на мойке И многое-многое другое Поэтому обязательно подписывайтесь на канал И ждите эти два больших, мощных выпуска Я вам гарантирую, что на просторах YouTube Никто не снимал таких больших выпусков С такими большими комплексами услуг С новым бюджетным автомобилем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!